всем привет это канал юсан репаративная косметика и косметология мы с вами здесь рассказываем о том как сохранить молодость наших клиентов и нашу собственно да прежде всего вот мы говорим о том как что мы можем еще чем мы можем помочь нашим пациентам какими советами какими рекомендациями для того чтобы наши протоколы хорошо работали и неважно они инъекционные там аппаратные там просто трансдермальные массажные не столь важно но в общем-то наша задача вернуть пациентам здоровую кожу при помощи рекомендаций мы говорили и о нутроциологии мы говорили и о том как появляется проще о механизмах возникновения любых высыпаний прошлое видео у нас было да мы говорили о плазме о том как выделяется из плазмы иммунные белки на кожу и я вам обещала поговорить еще о значении питания и вот сегодня мы с вами об этом поговорим и так процесс старения и питания значит в процессе старения наиболее заметные изменения всегда у нас проходят в коллагене потому что замедляется синтез этого самого коллагена чего же он замедляется собственно это связано не только с линию фибробластов потому что эти фибробласты клетки о них все в косметологии говорят их бесконечно стимулируют кто аппаратами кто инъекциями кто масками кто в общем кто может их стимулирует а вот и эти фибробласты уже бедненькие подустали и сейчас понятно уже за столько лет стимуляции что ну стимулирую не стимулирую большого здоровья кожи достичь нельзя потому что здоровье кожи дойдет изнутри собственно а не от того да ну есть конечно роль фибробласт но не до такой же степени все же должно быть как-то умеренно и понятно вот поэтому не только фибробласт в этом и как бы играет роль но а также дело в том что синтезировать этот коллаген некуда почему он замедляется потому что некуда синтезировать его для начала надо разобрать старый коллаген а потом уже как бы на это место синтезировать новое да и вот нет коллагеназы нет расщепления старого коллагена коллаген за такой специфический протеолитический фермент многие косметологи его знают инъекционисты его часто используют в своей работе что он делает он разрушает пептидные связи в природном коллагене а и вот это коллагеназа специфический фермент который собственно есть в основном структурном элементе соединительной ткани и вот сначала нужно разобрать старый а потом построить топ много коллагеназа производят бактериальные клетки но это мы сейчас уже говорим опять об иммунитете об иммунном статусе кожи и всего организма правда же а если допустим он находится в череде хронических заболеваний генетически обусловленных или хронических заболеваний или частых острых заболеваний на даже все системы тоже стародают поэтому идет такое интенсивное тоже старение что же нам здесь сделать безусловно что бактериальные клетки они помогают организму омолаживаться на биохимическом уровне потому что они производят собственно коллагеназу да и мы тогда омолаживаться на биохимическом уровне можно так сказать бактерии разбирают старый коллаген и на освобожденное место появляется новый молодой эластичный кожа выглядит совершенно по-другому но здесь тоже есть но это происходит только в том случае если тело правильно болеет то есть есть острый период болезни и есть период восстановления а во время острого периода витамин c не нужен нужен в период восстановления то есть нет смысла его употреблять во время острого периода не внутрь и не наружу поэтому важно использовать сыворотку цитрусового солнца джусан 51 это водная сыворотка потрясающе хорошо работающая водная сыворотка с витамином c которая восстанавливает и цвет эластичность гладкость фактуру ткани во время восстановления после болезни и кожи будут красивее чем до болезни ровно в три раза также можно использовать и пятидесятую маску которая тоже имеет своем составе витамин c но параллельно было бы хорошо если бы вы еще назначали применение витамина c внутрь почему потому что витамин c вообще это кофактор синтез кофактор до синтеза коллагена и можно его принять примерно 500 миллиграмм три раза в день в восстановлении в периоде восстановления после болезни тогда ваша кожа вообще будет красотка потому что и наружно вы работаете коллагеном и внутрь вы принимаете коллаген и здесь вы будете видеть реальное обновление ткани во время болезни нужны аминокислоты и здесь неважно острая болезнь или хроническая мы все с вами находимся в каком-то состоянии хронических болезней которые протекают внутри нас и поэтому мы все с вами это всех нас касается абсолютно у нас нет абсолютно здоровых людей да без хронических заболеваний которые прям живут цветут и радуются косметологии в основном приходят люди у которой либо на нарушенный пищевой режим может быть и хронические заболевания поэтому вот именно это об этом очень важно говорить во время болезни самой болезни вам очень важен аминокислоты и здесь для синтеза иммунных клеток нужны аминокислоты поэтому что мы здесь рекомендовываем внутрь мы говорим что так как у вас идут аминокислоты именно и воюют с бактериями и вирусами это иммунные клетки да которые будут гибнуть у вас до в процессе этой войны то конечно же важно очень употреблять коллаген 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 в виде холодца коллаген в виде какого-то наваристого бульона да который будет помогать воевать бактериям с той проблемой которая вызвала у вас заболевание также кроме этого вам нужно будет употреблять большое количество жидкости для чего для того чтобы растворять вот те токсины которые образуются в процессе распада иммунных клеток процессе гибели тех вирусов и бактерий которые вызвали болезнь а это тоже белок и все это попадает в плазму крови а из плазмы крови этот белок попадает на кожу в виде прыщей на слизистую виде соплей в бронхи виде мокроты во влагалище в виде молочницы на кожу в виде всевозможных высыпаний любое высыпание это прыщ у нас было предыдущее с вами видео где мы с вами рассказывали и разбирали четко и подробно откуда появляются любые высыпания любые прыщи любые образования на коже на слизистых это все аутоиммунные белки да вот поэтому кроме того что мы говорим что нам нужен коллаген во время болезни с аминокислоты и с аминокислотами да идет коллаген мы говорим о том что много другой жидкости то бишь воды и здесь мы не забываем об аппликационных масках джи сам который поистине уникальны по своему действу и для того чтобы понять кто работает сорок седьмой маска вы тоже знаете об ее уникальности она также у нас называется альгинатная маска да альгинатная маска но вы уже знакомы с этими альгинатами которые включают себе силикон сорок седьмая не включает силикон наносится послойно несколько слоек когда мы говорим ольгинатной сорок семь те люди которые еще и не работали они могут не до конца понимать что это такое но те кто я Я сейчас обращаюсь к тем, кто с нами работает. Я в основном на ваши вопросы отвечаю. Так вот, насколько мощно и красиво работает альгинатная 47 и совершенно не похоже на все ваши представления об альгинатной, настолько же мощно, хорошо и уникальны по действию сыворотки, которые содержатся во всех аппликационных масках, которые дают уникально хорошее, качественное, длительное увлажнение ткани за счет своего содержания сыворотки. Сыворотки очень большое количество, поэтому можно ее как отдельно наносить на второй день, так и использовать в виде аппликационных масок. Это даст возможность не потерять кожу, воду во время болезни. И выглядеть ваш пациент, человек, с которым вы работаете, будет гораздо лучше, чем если вы вообще этим не будете заниматься. Поэтому, если вы хотите работать методом восстановителя, репарирующей медицины, то восполняйте влагу обязательно сериями от 101 до 106. Выбирайте для вас самую крутую маску, я советую вам 106. Вы всегда спрашиваете, какую вы советуете, какую вы знаете, вы производители. 106. 106, она просто бомба маска. Как и 47, так и 106 сделают вам красоту, восстановят и качество кожи. Но, если вы видите, что у клиента есть еще и аутоиммунные проблемы, да, на коже, которая у вас обозначена, то обязательно рекомендую вам, чтобы вы назначали 50-ю маску. Почему? Потому что это маска для иммунитета кожи. Там есть и витамин С, который необходим в периоде восстановления. Там есть и сот, супероксид дисмутаза, который великолепно, хорошо поддерживает качество кожи, усужает поры, дает потрясающий цвет лица. А во время болезни, это очень важно, согласитесь, не потерять этот цвет лица, не потерять тонус кожи. И эта маска специально разработана для восстановления иммунитета, для поддержания иммунитета. И это очень важно. То есть это просто бестселлеры ЮСАН. Это аппликационные маски, это 50-я маска, это 47-я маска, это 44-я, 41-я, 45-я. Поэтому будьте здоровы, болейте правильно. И как вы болеете правильно? Вы болеете правильно с температурой 38-39, чтобы вы выздоравливали самостоятельно, без подавления иммунитета какими-либо гормонами или антибиотиками, которые убивают вас просто незаметно. Быстро и безвозвратно вас состаривают, вашу внешность. Ну и не только внешность, а еще и ваш организм. Поэтому когда вы делаете назначения какие-то во время болезни острой или хронической, неважно сейчас, внутрь, то точно так же вы должны помогать коже, если вы хотите работать в области интеллектуальной косметологии, которая не просто мажет масками. Она понимает, что она делает, обосновывает и включает как внутрь, так и наружно программы, которые помогут сохранить красоту кожи. И здесь я вам все описала выше, во время острого или хронического заболевания, как вы во время выздоравливания и в период заболевания, как и что вы делаете. Дальше, по поводу антиоксидантов. Очень много было вопросов по этому поводу, по поводу приема антиоксидантов. Я хочу у вас спросить, зачем организм разрушает что-то и образует антиоксидант? Но, то есть есть какая-то цель определенная, мы сейчас не будем ее, это достаточно такая длительная тема. Моя задача вам объяснить, что этого не стоит делать. Если он это образует, такое количество антиоксидантов, значит ему это нужно. Организм никогда сам ничего лишнего не выбрасывает и ничего лишнего не заводит в организм. Поэтому, если эти антиоксиданты образуются, значит они вас от чего-то берегут. И уровень их, уровень их ваш в организме крайне важен. Он должен был понятен организму, для того, чтобы он выстраивал системы защиты. Поэтому запомните, что самые частые меланомы кожи, а меланомы кожи это самые негативные проявления, которые мы можем увидеть на коже, которые обязательно заканчиваются метастазами тяжелыми, с последствиями летальными. Самые частые меланомы это последствия самостоятельного приема антиоксидантов. И это вы должны понять и запомнить строго-настрого. Потому что вы общаетесь с огромным количеством людей, вы помогаете огромному количеству людей. Они к вам приходят с какими-то запросами. И если вы это не будете оговаривать, то и вам будет сложно с ними взаимодействовать. Потому что вы работаете, а результаты ваши же пациенты спускают на ноль своим пищевым поведением. Или своим внесением каких-то корректировок в свой пищевой рацион. Они думают, что они делают это хорошо, это же антиоксиданты, как же здорово. Смотрите, чистый организм, что значит. Да, но мы с вами разбирали, что токсины на самом деле это белки. Количество антиоксидантов должно быть высоким, ибо это и есть маркер защиты организма. Есть, он сам их выведет, если эта защита не будет ему нужна. А если же вы снижаете их, то он не ищет ошибки. Вот в чем беда. Он же думает, что их мало. И он выключает самые главные механизмы защиты. Поэтому здесь очень важно понять. Я вам скажу, если вы доктор. И чем старше, и тем больше у вас лет опыт работы, ну как бы длительный такой, больше лет опыта работы, тем меньше ваше назначение. Тем более скудный ваш рецептурный бланк. Потому что вы делаете акцент на питании, вы делаете акцент на физической нагрузке, вы делаете акцент на ментально-эмоциональном фоне вашего пациента или вашего здоровья. Который и дает физическое, психическое, эмоциональное здоровье вашему телу. Понимаете? БАДы, например, могут быть просто гистаминолибераторами. И вы попадаете в аллергии. Вот вы выпили БАДы, которые гистаминолибераторами, не разбираясь, никто вам их не назначал. Напились антиоксидантов, там всего-всего для красоты кожи. И в результате получаете псевдоаллергию. И никому непонятно, и найти причину очень сложно. Потому что никто не будет вас разгадывать как в закрытую книгу. Почему это происходит? Вы пришли к косметологу уже, да, к вам приходят люди, например, которые уже говорят, что у меня чувствительная кожа склонна к аллергии. А почему? А потому что кто-то сам напился БАДов. А может быть это и не псевдоаллергия. А может быть это аллергия. Но вопрос в том, что когда вы приходите с этой псевдоаллергии на фоне БАДов, вас-то лечат и делают назначение, как будто бы у вас аллергия. И тем самым вы просто убиваете свою иммунную систему. На самом деле нужно было просто убрать гистаминолибераторы. Это БАДы, которые вызвали, которые стали по отношению к вам гистаминолибераторами. Поэтому, чтобы не путать никого, чтобы вам было хорошо, чтобы все было понятно, от чего у вас чувствительность. Лучше только с доктором можно решать такие вот вопросы и устраивать такие стрессы организму. Потому что вот здесь я хочу сказать, что вот эта самодеятельность, но самодеятельность это всегда хорошо, если это песни и танцы в виде физической нагрузки. Например, там кардионагрузок или тренировок. Все остальное, самодеятельность по поводу регуляции своего здоровья обходится очень иногда дорого. И я сейчас встречаюсь с этим больше и больше, потому что вот этот вот шквал информации, которую выкинут в мировой рынок по поводу БАДов, антиоксидантов. Кто-то что-то колет, капает. Люди что-то, какие-то капельницы отдельные делают и не понимают на самом деле, что происходит с их организмом. Перейдем к тому, что же на самом деле есть. Коль бы мы сегодня говорили о питании, то пора, наверное, уже сказать о питании. Настало утро. И здесь я там такие рекомендации тем, кто здоров. Вот как мы говорим в косметологии, мы работаем с теми, кто здоров. Мы поддерживаем красоту, поддерживаем молодость, мы делаем профилактику пигментации, мы делаем профилактику высыпания или убираем высыпание. Нам всегда нужен доктор, который поможет, если есть серьезные проблемы со здоровьем кожи. Мы всегда при поддержке доктора работаем. Поэтому точно так же сейчас я вам буду давать рекомендации, которые вы от меня просили, что же вам делать. Но я хочу сказать, что это должны быть абсолютно здоровые люди, которые хотят сохранить молодость, хотят сохранить цвет кожи, хотят сделать рабочие их выделительные системы, хотят напитать, например, свой иммунитет, восстановить кишечную стенку, убрать проницаемость. Там здесь аутоиммунные заболевания, это очень важно, да? Убрать проницаемость кишечника. Вот все это для них должно подходить. Но при этом у них нет, как они, не в остром состоянии каких-то заболеваний. У них здоровые выделительные системы. Настало утро, и вы, просыпаясь, берете воду, примерно 50-70 грамм воды, и добавляете гуминовые минералы 2-3 столовые ложки, и выпиваете это в чоплом виде. Это самое главное. Потому что минералы очень важны, особенно гуминовые минералы, мы из них все произошли. И уровень вот этих минералов крайне важен для нервной системы, для пищеварения, для здоровья слизистых. Пока вы не подготовили ваши слизистые, чтобы они всасывали то, что вы даете из пищи, из БАДов, из чего хотите, все мимо, сколько бы вы ни дали, оно все идет транзитом, потому что раненая может быть слизистая, она проницаема, и это только усилит аллергизацию организма. Поэтому слизистые надо восстановить. А восстанавливают их именно гуминовые минералы. Поэтому гуминовые минералы обязательно нужны. И чем вы старше, тем чаще вы их применяете, вы пьете их по полгода, если вы только начали эти терапии, для того, чтобы восстановить слизистые. Для того, чтобы была всасываемость совершенно другая. Для того, чтобы все, что вы не ели, все работало вам на пользу, а не просто спускалось в унитаз. Это важно. Потому что можно купить все БАДЫМИРы, самые полезные, но они просто не усваивают. Потому что нет кофакторов, потому что слизистые не функционируют так, как они должны функционировать. Поэтому начали воду, начали утро, извините, с гуминовых минералов. Дальше вы выпиваете маленькими глоточками по 50-60 грамм, по 30 грамм, кто как сможет, потому что они все умеют пить. Вы выпиваете 2-3 стакана воды, по чуть-чуть, понемножку, по глоточку. Почему? Потому что если вы выпьете сразу 2-3 стакана воды, вы просто ей пописаете. А ваша задача не пописать выпитой водой, а завести ее в кровь, поработать со всеми жидкостными средами организма. Это и слезы, и лимфа, и желудочно-кишечный тракт, и слюна, и желчный, и все, все, все. Все это вода, суставная жидкость, синвенальная жидкость, это тоже вода. Если скрипят суставы, и вы чувствуете себя дровосеком, это вода, это нехватка этой воды. Если вы видите, что жесткие сухожилия, это вода. Сухожилия, а это гелевая такая, должна быть, такая структура, помягче, такой плотный гель. Это сухожилия. Вы, собственно, туда его и вкалываете, эту воду шприцами туда жахаете. Почему? Потому что не хватает, вы не пьете воду, и сухожилия становятся жесткие, суставы скрипеть начинают. Это все отсутствие воды. Где? В суставных сумках, в суставной жидкости. Ее надо выпить, чтобы она туда попала просто. Все так просто. А вы ее пьете, она попадает, не пьете, не попадает. Но она должна еще и усваиваться. А для чего? А что надо сделать, чтобы она усваивалась? Мы говорили в прошлом видео об аутоиммунных белках, которые не дают усваиваться. Потому что они разбухают, натягивают, и в кровь вода уже не попадает. Потому что там все в белках. Белки надо сбрасывать. И вот мы сейчас говорим об этом питании, чтобы сбросить белки. А как они сбрасываются, эти белки? У вас есть финистрированные вены желудка. И через них из плазмы крови сбрасывается накопленный аутоиммунный белок. А откуда он копится? Все ваши клетки, которые старые клетки, все ваши аутоиммунные клетки, все ваши ферменты, это все белки. Все ваши гормоны стресса, это все белки. Вы покушали, у вас тоже куча ферментов, это все белки. А встретили, понюхали цветочек, это все иммунитет. Мы говорили на прошлом видео, это белок. Все реакции аутоиммунные где? В крови. Поэтому в крови этих белков огромное количество. Они по природе сбрасываются в желудок через финистрированные вены желудка. Сбрасываются в желудок на переваривание. Но сбрасываются они при единственном условии. Если в пище нет животного белка, если в пище есть животный белок, они не могут сброситься. Потому что количество БЖУ, белки, желудок и углеводы при переваривании, не вы заявляете организму, а организм спрашивает с вас это количество. Он сам это регулирует. Так же, как он регулирует сам. Давление, сердцебиение, дыхание. Вы же его не регулируете, слава богу. И так же он работу здесь регулирует. И для того, чтобы он считал, что вы, например, утром, после того, как вы выпили вот эти 2-3 стакана теплой воды каждые 15 минут, сделали физическую нагрузку, позанимались зарядкой, чтобы работали мышцы тела, прогулялись, там кардионагрузка, постояли в планке, тренажер. Все сделали, вернулись домой, попили еще 2-3 стакана воды мелко, мелкими-мелкими порциями, по 50-60 грамм, по чуть-чуть, чтобы уходило в кровь. И после этого вы кушаете правильный завтрак, чтобы сбросился белок. Вы берете, например, ложку каши, не надо много каши, не надо килограмм, потому что все готовы, надо съесть кашу. Ложку каши. Каждый день разный. Никогда не одно и то же. Просто ложку каши. Берете салат к этой ложке каши. И салат у вас обязательно с растительным маслом, потому что жиры крайне важны. Растительное масло холодного жима, оно должно быть полезным, это масло. Оно должно пропитывать это ваше масло слизистым. Добавляете в салат масло или в кашу там, куда хотите, и съедаете это. Здесь у вас нет животного белка, заметьте, в этой дозе. С самого утра, прошу заметить. И тогда организм считывает, что не попал животный белок, значит, из крови можно сбросить аутоиммунный белок, все ваши отработанные клетки, ферменты, и всю вот эту вот прелесть, которая вызывает у вас тяжесть, вот это продвижение крови, да, сбросить в желудок, чтобы был баланс БЖУ. И когда вы сбрасываете, начинается переваривание. Переваривание не начнется, если у вас нет этого баланса. И этот баланс не вы рассчитывайте на бумажки, не подумайте так. Если вы его так рассчитаете, вы все в прыщах и будете. Потому что если лишний аутоиммунный белок есть, он будет выбрасываться на кожу. Смотрим предыдущее видео, как образуются все высыпания, да, любые, в носу, везде. Так, поэтому вот здесь вы именно так и позавтракали, чтобы сбросить аутоиммунный белок, чтобы вы при этом выпили воду, потому что когда вода теперь пойдет в кровь, а белок сбросился, вот это и будет легкость организма. Вот на этом этапе вы чувствуете, что я стала как-то полегче, мне стала как-то, я подвижнее как-то стала. Я не такая тяжелая, да. Моя кожа стала лучше. Почему? Она по-другому увлажняется. Высыпания стали проходить, шелушения, например, смягчились, да, и так дальше. Дальше. Когда вы покушали вот эту кашку с топленым маслом там, или с каким маслом вы поели, с растительным маслом можете поесть, и с салатом, вы можете в это время принять, например, лецитин. Почему нет? Для чего он вам нужен? Для того, чтобы восполнять вот эти клетки, которые у вас еще работают, которые еще у вас не отработаны, да, но продлевать, так скажем, их жизнь. Лецитиновая маска 41-я. Сейчас я точно возьму. Да, маска липосом молодости, это вы дрожжине, вы нам называете. 41-я. Это лецитиновая маска. Здесь ее тоже можно сделать. Почему? Потому что, если у вас пациент с сухой кожей, с чувствительной кожей, все время стягивание, что он только не делает, все время стягивание кожи, обязательно нужно давать эту лецитиновую маску 41-ю и назначать ее всем людям с сухой кожей, с возрастной кожей, с аллергической кожей. Почему? Вот у вас была клеточка, она была вот такая целенькая. После этого у нее какие-то появились тут ранки, как на коже, и она просачивается. То есть из нее выходит то, что не должно выходить, заходит то, что не должно по закону выходить из межклеточного пространства в внутриклеточный пространство, потому что вот эта оболочка истончилась. Когда вы подаете лецитин в маску 41-м, этот лецитин закрывает эту раненую клетку, ибо вот эта оболочка клетка, она и создает из лецитина. Она закрывает, ее полностью обволакивает, и то у вас получается вот такая плотная как бы уже оболочка такая. Она же у вас, ну, как бы многослойная, да? И вот эти вот все слои, все, они закрыты. Поэтому просто так выйти из клетки, чему, тому, что не нужно, или зайти уже невозможно. И вот этот внутриклеточный обмен, и обмен между межклеточным матриксом и внутриклеточным матриксом получается гармоничный. И поэтому ваш пациент говорит, боже мой, так мне так хорошо, у меня стяжка кожи прошла, у меня уже не стягивает. Я сделала 2-3 раза эту масочку, и после того, как я ее смыла, мне не стянуло кожу. Да, конечно, вы должны назначать после этого крем, и крем даже можно с гидромаслами назначать. Но важно, чтобы вы применили эту лецитиновую масочку, если такая вот проблема с сухостью есть. Ну, но и важно, чтобы вы и съели эту капсулку лецитина, 1200 миллиграмм, именно в этом, на этом этапе своего питания. Дальше тут можно добавить и омегу, да, вполне возможно, уже омеге не будем говорить, все уже знают, или масло акрили, или омег, что вам угодно, потому что без омеги жизни на Земле нет. Это и противовоспалительный фактор, это и желчный, это и клеточный обмен, это очень полезная вещь, которая и занимается, и сердце поддерживает. Ну, то есть омегу периодически мы все пьем, да, без фанатизма, но пьем. Каждому, как доктор назначил, здесь она может быть. Сюда можно добавить в завтрак жирорастворимые витамины, это и D, и A, если есть шелушение кожи, D, если есть аутоиммунные какие-то проблемы, A, если есть шелушение кожи, E, почему нет, E тоже, это же комплекс витаминов, это же не один витамин, там целая гора собранная, да. И также можем сюда добавить витамин С, 50-500, 750 миллиграмм, не больше, потому что, ну, не надо жахать сразу тысячей, потому что это не очень хорошо. Лучше пить, когда вы болеете, как я вам говорила, 3 раза в день по 500, и вы выбираете полторы тысячи очень хорошо, работаете, это медленная подача, медленный разворот, все время все, ну, как бы качественнее коллаген получается. Так, а здесь вы пьете 750, например, вы сейчас здоровы, делаете это для поддержания молодости, для легкости организма, для очищения кожи и так дальше. После того, как вы все это напились, наелись, у вас прошел завтрак, вы его не забиваете и час вообще не берете в рот воды. Почему? Потому что у вас там было и утром, когда вы проснулись, 2-3 стакана, до того, как вы делали зарядку. И после зарядки вы пришли, вы выпили 2-3 стакана мелкими глотками. И вся эта вода, когда вы покушали, она вот для чего вы ее пили? Вы же смотрите, когда вы переваривали, море желчи вы тратите сейчас, желудочно-кишечного сока вы тратите, а вы тратите сок поджелудочной железы. Это же большие количества воды на самом деле, да? Вся слизистая тоже должна быть у вас, да, необезвоженная для того, чтобы она работала и всасывала. Вы же помните, что мы говорили, это наружная среда слизистая, через которую во внутреннюю систему что-то попадает. И если это наружная среда в никакой ужем состоянии, ничего в нее не попадет. Потому что здесь живут грибки, вирусы, бактерии, пристеночная флора здесь живет, да? Которая, собственно, и занимается вашим иммунитетом. И она и дает возможность вам выглядеть хорошо. Потому что то, как вы выглядите, это же ваш кожный иммунитет. Если его нет, это же он вам тоже строит коллаген. Поняли, да? Бактерии и вирусы. Бактерии мы говорили за коллагеназа и коллаген. Нет иммунитета, и коллаген будет убит. Вы можете его есть, пить, наносить, закалывать, что хотите делать. Он не работает просто. Поэтому это очень важно, что вы не пьете никакой воды и даете возможность желудку переваривать, перемалывать пищу в кишечнике. Она должна перевариваться уже при помощи желчи, там и всех ферментов, которые сюда собирать. Дайте возможность пище перевариться. Не разбавляйте ничего. Не нагружайте кровь. Потому что когда вы будете нагружать кровь, сейчас идут очень важные реакции в крови. Дайте ей сбросить в желудок. Дайте ей облегчить состояние, чтобы вы могли туда добавить, выпив, чтобы у вас не унитаз слилась вода через почки, а добавилась в кровь. И вот когда только вы видите, что вы пьете, и вдруг не писаете, поздравляю вас, все работает. Как только выпила и пописала, еще больше уделяйте внимания, чтобы убирать животные белки. Потому что не заходит пока, не заходит туда, куда нужно. В этом надо пожить. В этом надо пожить. За раз это не бывает. Вдруг сегодня я не съел, увлажнился и стал счастливым. Нет. Это образ жизни, которым вы живете. По прошествии часа, после этого прекрасного завтрака, вы выпиваете 2-3-4 стакана воды. Мелкими глотками. Медленно. Просто сидите. Глоток 50 грамм. Пока работаете. Пока ходите на вас с собой, когда вы там гуляете. Просто по глотку, по глотку вы пьете эту воду. Для чего? Для того, чтобы она попадала в кровь. Для того, чтобы происходило вот то, что вы называете очищением. Вот эти белки покидали вашу плазму, крови, лишние аутоиммуны спускались вниз. Наступает полдень. Полдень. Позанимали зарядкой, позавтракали. Попили воды. Полдень пришел. И вы говорите, в полдень что же мне хочется? А здесь вам хочется попить кофе, чай. Но без молока и сахара. Это очень важно. Молоко – это белок. Помните, мы сбрасываем сейчас белок свой. Мы очищаем кожу сейчас. Мы очищаем слизистые, легкие. Все очищаем. То есть чай и кофе. Выбирайте там, что вы пьете. Любые напитки, которые вы вдруг решили попить. И добавляете в кофе, например, чайную ложку МСТ масла. Почему? Потому что это выброс энергии. Я сейчас учу ваш организм выбрасывать энергии не из сахаров, а из жиров. Причем чистых жиров, которые минуют печень. И печень не нагружается для того, чтобы их перерабатывать. Печень пусть занимается коллагеном. У нее есть своя задача. Поэтому не нагружаем. А добавляем просто ложку МСТ масла. Чайную. И начинаем пить любые напитки. Вы сюда можете добавлять фрукты. Сухие фрукты, ягоды, печеные яблоки. Любые сладкие продукты. Желание что-то скушать у вас сладко. Это может быть шоколадка, кусочек какой-то. То есть можете скушать отдельно. Можете скушать это с чаем и с кофе. У вас такой счастливый полдень. Вы все это съели. Сладкое вместе с чаем. Все попили. Час вы ничего не пьете. Не едите. Все. Табу. Работаете, занимаетесь. Почему? Вы даете возможность сейчас всем этим углеводам переработаться в организме. Для этого вы до этого пили воду. Чтобы все ваши среды были жидкими и помогли переработать их. И чтобы они у вас уже шли по выделительным системам. По кишечнику. Там везде все это по крови. Все это пошло из крови, пока сбрасываем все. Здесь у нас добавилось масло и немножечко углеводов. То есть еще больше выброса энергии. Это полдень. Через час вы начинаете пить и выпиваете 3-4 стакана воды. Медленно. Каждые 15-40-30 минут вы пьете, пьете и пьете. И пьете вы до обеда так. Сидите и пьете. Часа два у вас есть, чтобы пить. Вот. Пьете и пьете. Напились. И приступайте к обеду. Что вы кушаете на обед? Кушайте овощной суп. Если вы хотите что-то такое наваристое, вкусное согреться. Может, это зима. Не знаю. Вот. Что вы делаете? Вы делаете небольшую порцию очень наваристого, густого, колоснючего бульона там из кого-нибудь. Именно такого стоячего, чтобы с коллагеном прям вот оно самое было. Как во время болезни. Да, вы делали такой бульон тоже. Когда я говорила, что вам нужны аминокислоты. Вот. Он долго варился. И в нем разные специи вкусные. Укроп, соль, морская соль. Укроп, там, семена укропа, лук, там, лавр, перец, цветной перец. Там все, что вам надо для счастья, чтобы вы сказали, вау, какой вкусный, ароматный, чудесный, крепкий бульон, приятный. Прямо он слизистый обволакивает и прекрасно вас питает этот бульон. Питает. И если вы видите, вам сейчас захочется кусочек хлеба, и поэтому вы делаете предпочтение просто хрустиком. Это могут быть кукурузные хрустики, например, да, там, ну, сейчас такой совсем серьезный, такие безглютеновые. Может быть обычные хрустики. Не грузитесь тут, понимаете? То есть это могут быть любые сухарики. Почему вы их много не съедите так, как хлеб? Понимаете? Ваша задача сейчас немножечко еще подразгрузиться. Съели. Если вы чувствуете, что вы не доели этого супчика овощного легкого или бульончика, этого не допили, всегда можно вам сюда добавить теплый салат. Овощной теплый салат. Дальше вы точно так же час после этого не пьете никакой жидкости. Жидкость пришла до ваш организм. Разбавила вся ваша система, подготовила всю вашу перментатику, вы приняли обед, и теперь вы ничего не трогаете и не даете. Не сбивайте это пищеварение. Вы перерабатываете его. Через час вы выпиваете от 2 до 4-5 стаканов воды по глоточку. То есть не менее 3 стаканов воды вы выпиваете. И приступаете к ужину. Ужин у вас там 5-6 часов, да? Во сколько у вас ужин. И тут вы решили, что вы это тоже не собираетесь отдавать врагу, как вам рекомендовали. Говорите, я его съем сама, я жадина. И вот. И здесь что вам можно порекомендовать на ужин? Кусочек вареного печеного мяса. Может быть рыбы кусочек вареного печеного. Что вы тут хотите? Подумайте. Если очень хочется, это лучше, конечно, пропустить, но мало ли, но хочется покушать. Значит, кушайте. Не грузите себя этим терпением. Я прям возьму себя в руки. Никаких рук. Все только в счастье, в удовольствии, в расслаблении. Значит, салатик с маслом к рыбке или к мяску сделали себе. А вот небольшой кусочек съели с удовольствием, с радостью. Это очень насыщает. Это даст спокойный сон. Но только, конечно, не переедаем. Не переедаем. Покушали этот кусочек с салатиком, а естественно, классический уже вы знаете, вы не пьете ничего часик. А после часика вы начинаете пить воду. Здесь вы можете выпить то количество воды, которое вы хотите. Опять небольшими, маленькими глоточками, чтобы попадало это в кровь, а не сбрасывалось. Из-за огромного количества организм считает это как агрессию и скинет через почки, через мочеточник. Поэтому вы себе маленькими глотками пьете, чтобы он это расценивал и все это не фильтровалось у вас через почки. И таким образом вы поужидали. После этого вы легли спать, прекрасно спали, утром проснулось и все началось сначала. Ваша задача сбросить через фенестрированные вены желудка иммунный белок из крови, очистить кожу, если у вас прыщи и какие-то высыпания на коже. Если это аутоиммунное заболевание, тем более это нужно делать. Вообще в этом жить надо. Вот. И таким образом вы помогаете облегчить себе состояние. И смазка идет из суставов, и совершенно по-другому работают сухожилия. Вы получаетесь гибкой, мягкой. У вас совершенно по-другому самочувствие, состояние легкости, потому что здесь и лимфа тоже пьет. Лимфа – это жир и вода. Мозг – это жир и вода. Все, все, что вы пьете, вода – это очень важный источник жизни в организме. Вот. Что дальше? Дальше вы так живете, хотя вы проживите так 3-4 недели. Вы можете менять эти овощные супчики, менять эти бульончики, если вы хотите, где-то бульончик, где-то овощный. Каждый день менять вид каши. Сегодня такая, завтра такая, послезавтра такая, потом такая, потом… То есть меняйте эти каши, эту ложку каши сварить нет проблем. Меняйте салатики. Почему я вам предлагаю менять эти каши? Потому что если вы не хотите получить аллергию и хотите, чтобы ваши ферменты были разнообразны и умели разговаривать со всеми пищевыми продуктами, которые вы в себя выкладываете, то вы должны эти продукты менять, каждый раз давать новые, новые, новые. Тогда новые группы ферментов будут заходить в переваривание. По-новому они будут группироваться, соединяться, сочетаться. Вы научите их работать. А когда щида, каша, пища наша 90 лет, не работают остальные ферменты. И вот здесь мы можем поймать очень много аллергии. Помните, аллергия – это процесс накопления. Десять раз съел ничего, одиннадцатый съел, и она началась. Потому что этот процесс накопления пришел к определенному стадии. И вот в этом стадии начинается аллергический уже реакция. Вот я уже не могу это, не хочу. У меня аллергия уже на это. И он ее включает, этот аллергический процесс. Вот выключить ее – это уже вопрос как сложный. Поэтому разнообразьте постоянно. Не грузите одним и тем же организм. Меняйте все. Привыкайте. Смотрите по-новому на ваш пищевой режим. И позволяйте работать вашим слизистым и ферментом, гормоном. Всем системам, которые работают для того, чтобы вам было хорошо. Разнообразьте их. Тренируйте их. Тогда будет хорошо. Дальше. Живете так. Будут вопросы, вы мне пишите. Мы обязательно их оговорим, если что-то непонятно. Сахар и старение. Хочется сказать об этом. Безусловно, раз мы сегодня о старении. Например, горький шоколад. Что же нам есть в этот полдень? В полдень, вернее, да? Когда я вам разрешила кушать что-то сладкое. Ну, шоколад горький, например, 85% какао, 15% сахара. Ну, прекрасно, да? Ну, не так много сахара, согласитесь. И это можно покушать, можно себя побаловать этим. Смотрите. Сахар кормит грибы. А что едят раковые клетки? Сахар. Им нужно условие, чтобы грибы доминировали. Делайте выводы, друзья мои. А здесь еще, если принять антиоксиданты, вот вам и здравствуйте меланома. Или еще что-нибудь. А если вы расположены к ним? Нет. Так лучше и не играть. Поэтому сахар кормит грибы, токсины. Сахар кормит раковые клетки. Кожа шелушится, кожа сохнет. Ну, понятно, что аппликационная маска Джосан поможет. Но надолго. Сахар и старение – это прямая связь. Сахар – это инсулинорезистентность. Сахар – это гликация. То есть это связь самого белка с сахаром. Гликация. Кожа стареет. Целая теория старения есть на этом. Мы знаем много разных теорий. Но вот это тоже одна из теорий старения. Она подтверждена. И мы видим, что да, конечно, это очень сильно старит. Как выглядит сахарное лицо? Оно всегда текшее. Оно всегда сухое. Оно всегда сосудистое. И оно всегда обвисшее. И как вам люди говорят, я перестала есть сахар. Я не ела его 10 дней. Боже мой, у меня лифтинг получился. Конечно, получился. Конечно, получился. Гликации нет столько дней. Понимаете? Это очень важно понимать, если вы говорите, что вы находитесь на этапе, где вы хотите наконец-то начать уже сохранять молодость. Так вот уже осталось. Вот. Поэтому сокращайте сахар. Если вы его съели, он идет в клетку и превращается в галюкозу, если вы съели фрукты. Давайте поговорим об этом, потому что сегодня очень много моды. Я не знаю, что это такое. Наделать какой-то смузи и съесть его в большом и достаточном количестве. Это бомба просто сахарная. Это такая бомба из фруктозы для организма. Или выжать сок и напиться соком. А клетчатку, самую важную, которая ассорбирует все, питает ваш микробиом в кишечнике, клетчатка, когда вы ее добавляете, эту клетчатку в пищу, вы ее взяли и выкинули, а сока напились. И сахарный такой жах этому организму, чтобы поджелудочная знала, где живет. Понимаете? То есть, смотрите, если вы съели фрукты, фруктоза идет в печень. И в печени превращается в жир и сахар. И тут цирроз печени откуда? Это от фруктов. Это фруктурианство у нас. Мы видим во фруктурианстве этого. Мы его оттуда, собственно, и нашли. Это из фруктурианства. Это большой вред. Еще генетику туда включите, пожалуйста. Потому что одно дело, когда генетические люди расположены в этом территориальном, где родился, там сгодился. А другое дело, когда вдруг решили, что это хорошо. И вот здесь смузи и фруктовые отравления организма идут. Клетчатки убрали, ее лед и подлили фруктозу в чистом виде. Идет образование жира и сахара. И организм просто кричит. Помогите! Правильно? Это удар. Клетчатка должна была задержать часть сахаров. Замедлить всасываемость. И из организма должно все это выйти. Она должна была подойти к слизистой. Там немножко эту клетчатку употребляют ваши бактерии. Ничего нет, только сахар. Туда жахнули и все. И сказали, что это витамины напились. Боже мой, получите лучше авитаминоз. Я вас умоляю. Съешьте синтетический витамин. Но не делайте себе такие бахи. Старение однозначно будет, но еще куча болезней будет. А еще будут проблемы с желчным, например. Обязательно будут. Там нельзя, чтобы их не было. Даже если они у вас суперздоровые, на таком питании обязательно будут проблемы. А если поджелудочные, то тоже будут проблемы. Поэтому различные теории старения, конечно, есть. Мы можем смотреть на всех. Например, теломеразную давайте возьмем. Мне очень сильно нравилась теломеразная теория. Это теломер, колпачок. Давайте так. Клетка, ядро, хромосомы. В хромосоме теломер. Теломеразная старение. Теломер колпачок имеет. То есть деление. Одно деление, один колпачок. Всего деление 50 у него. 50. Ну, предел Хейфлика 50. Привет тем, кто делает пилинги. Раннее старение. Так бы она себе жила и жила. А так жахнули пилинг один, жахнули пилинг другой глубокий. Вот тебе уже и состарили. Потому что у нее всего было 50, а вы уже у нее забрали. Непонятно зачем, да, определенное количество этих теломеров. Она уже укоротилась и постарела раньше времени. Поэтому опять поверхностные легкие пилинги Джусан. 14, 12, 13. Которые трогают, убирают мертвые клетки. Не трогают живые. Или дипломатично, мягко, эпидермально работают. Не дай бог ни середины, ни глубокие. Берегите этот предел Хейфлика 50. Там еще жизнь жить. Не надо стареть раньше времени. Да, но читайте эти теломеральные теории старения. Смотрите пределы Хейфлика. Изучайте это. Все очень важно. Стресс влияет на улучшение теломера. Конечно. Чем короче теломер, тем меньше жизни у этой клеточки. Тем меньше жизни у этой ткани. А кожа это ткань. Не надо ее издеваться над ним. Гены определяют длину теломера, безусловно. То есть у нас есть, допустим, 30% людей, которые живут 80 лет и выше. У них прям такие длинные теломеры. И что бы мы с ними ни делали, но они реально долгожители. А 60% людей, которые живут 60 лет и ниже, у них более короткий теломер. Поэтому он поделился короче. И организм и помер раньше. Вы понимаете, что такое теломер. Вы по лейкоцитам можете, кстати, определить длину теломера. Ну, если вам прям так сильно захочется. Стресс, курение, отсутствие физической нагрузки. Все укорочает теломер. Отсутствие физической нагрузки укорочает очень сильно теломер. Потому что там и лимфа, там и кровь, там и жидкостные среды. Там все обмены вообще стоят. Там застой, там болото, там отеки. Отеки, там пастозность. И вот, а давайте сделаем массаж. Да сделайте, что хотите. Если вы не будете правильно есть и сбрасывать белок. Если вы будете есть сахар, фруктоза, вы будете отекать. Понимаете? И тут есть ключи. Смотрите, ключи для продления жизни теломера. Ну, есть разные средства. Не будем о них всех говорить. Сейчас не эта тема. А то мало ли люди наедятся. Мы скажем такой, например, самый распространенный. Вот то, что касается питания. Что может удлинить теломер? Ну, давайте скажем удлинить, продлить его жизнь. Например, куркума, порошок. Вот я сейчас говорю о порошке. Это очень важно. Не взять просто плод. Ничего это не даст, только желудок сожгет. Порошок. Продолжить это порошки. Ищем. Ищем. Куркума, имбирь, черный перец, мед, лимон, кипяток. Смешали себе это все так, чтобы нравилось. Кому-то немножко, кто-то может покрепче. Кто уже это хорошо, ну, так живет в этом. Да. Перец усиливает это действие. Если болит желудок или что, не берите перец. Просто сделайте куркума, имбирь, лимон, мед и кипяток. Хотите, добавьте. Потом по чуть-чуть этого перца. Да, кто пьет кофе с перцем, тот может и сюда добавить перец. А все зависит от ваших вкусовых, конечно, предпочтений. А вот, мало того, это омолаживает женский организм. Это вообще женская смесь. Вот как есть липа, женская трава, да, слизеобразующая. Как есть вот эта смесь. Мало того, мужчины тоже могут это пить, потому что это очень хорошо восстанавливает и здоровье слизистые. Это прибивает грибки. Это отрабатывает бактериальные, патогенные бактерии. Это вообще оздоравливает организм. Для часто болеющих людей это очень хорошая смесь. Это профилактика различных вирусных заболеваний, различных бактериальных заболеваний. Это обязательно нужно употреблять, чтобы иметь и теломер красивый, продлевать его жизнь и самому. Жить, как говорится, припеваючи. В молодом теле оставаться. Это лимфодренаж слизистых. Как это важно. Усиление кровообращения слизистых по всей наружной среде, нашим кишечникам. Как это здорово, как это хорошо. Вот эти усиления обмена веществ, вот такие на уровне слизистых и прочищения. Там же у вас есть иммунитет, бактерии, грибы, которые помогают выработать, в том числе и соляную кислоту. То есть там вообще вот все то, что делает вас живым и счастливым. Поэтому и молодым. А все кожа это изнутри. Дальше. Конечно, главный рецепт молодости кожи – это здоровая пища и полноценный сон. Как я вам уже говорила, там нутрициология, все выше лекциях есть, смотрите. Очень вредно также еще курение, например, и сильный загар. Почему сильный загар? Реально вызывает и листос кожи, и реальные возрастные изменения кожи. Здесь мы с вами говорили, что есть ультрафиолет, который действует на ДНК. Там основания на перимединовые димеры образуются. В перимединовых основаниях образуются и перимединовые димеры циклобутанового типа, которые у вас нарушаются. И дальше идет ошибка ДНК, которая копируется. И в этом месте получается беда после ультрафиолетового облучения. Может быть, все что угодно. Может и перимед, может и рак, может и все что угодно. Потому что этот димер перимединовый именно в циклобутановом типе он уже копирует. Потому что ДНК считывает, копирует. Но тоже не будем углубляться. Просто говорим о том, что сильный загар, сильный загар крайне вызывает быстрое старение. И мы видим это по людям, которые там сидят черные, как шоколадки, загорают, что с их кожи они выглядят гораздо старше своих возраста. Дальше. Поэтому наша кожа то, что мы едим, моя задача была сказать. В некоторые продукты здоровья, я вам писала целый пост, что там важны и картиноиды, это все, что вы когда вы кушаете. Там оранжевые, желтые овощи, фрукты, морковочка, тыквочка, абрикоски. Все, что оранжевое. Это очень важно. Это витамины группы В, это печень, это яйца, это зерновой хлеб. Не нужны вам другие витамины. Пожалуйста, полно печень трески. Это витамин А. То есть витамин С, это все цитрусовые, зеленые овощи, фрукты, ягоды. Полно всего. Ешьте, вам этого достаточно. Заболели, видите, сколько не то, добавляем маски и БАДы. Пожили 10-15 дней. Все, стало вам хорошо. Переходите снова на здоровое питание и маски. И помогайте организму. Дальше. Незаменимые жирные кислоты. Обязательно должны быть. Обязательно должны быть в вашем рационе. Это просто жизненно важно, потому что это и рыба, это и лосось, и тунец, и скумбрия, и форель. Это может быть просто простая селедка, самая банальная. Это все очень важно. Это укрепляет сосуды, это помогает сердцу, это работает с желчным пузырем, с каждой клеточкой вашего мозга и с каждой клеточкой вашего организма. Ну и, конечно же, чистая вода. Это все маски аппликационные. Это полтора, два, три литра в день. Нефрологи вам говорят уже, что те люди, которые выпивают до пяти литров воды в день, никогда не болеют никакими заболеваниями до глубокой старости почек. Этого просто не может быть, потому что почки нормально, правильно работают. Понимаете? Сохраняйте это все, не забывайте это все. Я говорила вам, что если вы, например, не любите эти продукты, ну вполне может быть, что вы какие-то продукты там не любите, не хотите кушать. Я вам давала целые списки продуктов, которые вы можете, G-San, которыми вы можете пользоваться, добавлять их на кожу и пользоваться масками. Там каротиноиды я делала, перечисление всех продуктов, витамины группы В, я вам перечисляла все маски. Если нужно, я все это повторю. Витамин С, я все маски перечисляла, незаменимые жирные кислоты, чистая вода, как увлажнение, допустим, вы пьете воду, как вы увлажняете кожу параллельно с тем, что вы пьете воду для того, чтобы помочь. Коже нужно помогать, потому что организм устроен так, что мозг регулирует наш обмен, и он считывает все, что в нашем теле находится, все для того, чтобы, вы не поверите, чтобы мозгу подать воду. То есть у него есть определение, мозг это жир и вода, грубо говоря, лимфа, жир и вода. Здесь лимфа озера, лимфа спускается из озер вниз, и если вы мышцами тренируете, она поднимается наверх. Если вы не тренируете мышцами, идет застой лимфы, отекают ноги, глаза, руки, все что угодно, конечности. Там должна быть, потому что мышца должна работать. У нее нет своей системы, которая поднимает, поэтому важна физическая нагрузка. А лимфа питается из крови, кровь, в кровь кидаете все вы, воду, все минералы, и оттуда же избрасываете иммунные белки. Поэтому от того, какая кровь, какая лимфа, какой мозг, насколько интоксикация мозга, все зависит от вас. И мозг знает, что ему нужно подать воду. Для этого у него есть глаза, уши, нос, рот, руки и ноги. И без воды мы не можем долго жить. Без еды мы живем гораздо больше, потому что именно ему нужна вода. Понимаете? И вода – это универсальный растворитель в организме. Поэтому он сначала видит воду, слышит воду, нюхает ее, руки берут ее в рот, глотают. Вся система ее проверяет, желудок проверяет ее, кислотой обрабатывает все. И в конце, когда она спускается только в кишечник, только там она впитывается. Когда она прошла всю систему, он оттуда пьет воду и говорит – нормально. Поэтому вся вот эта система продумана для того, чтобы мы мозгу подавали воду. Он не ест ни картошку, ни морковку, ни витамин, не поверите. Для этого все едят внутренние органы, которые функционируют для того, чтобы мы ему подавали воду и жиры. Поэтому очень важно иметь максимальное количество растительных жиров, которые вы включаете в свой рацион. Животных жиров зимой. Топленое масло или масло кхи – это разное масло топленое кхи. Тоже очень хорошо. Это животный жир, который отделен от белка. Когда мы говорим об отеках, смотрите, у нас есть висцеральный жир. Попробуйте потопить висцеральный жир. Вы получаете только растопленный жир. А попробуйте потопить подкожный жир. Вы там получаете шкварку. Подкожный жир. Шкварку. А что такое шкварка? Токсин. Белок, который содержится под кожей. Который набирает отек. А что он там делает? А он не сбросился просто. Его просто было слишком много. И кто-то ел фруктов очень много. Эти белки накапливались. А белки – все токсины, жирорастворимы в организме. В организме нет других токсинов. А почему они жирорастворимы? А так придумала эволюция. Для того, чтобы токсин вас не травил, он берет в капсулу жира, их спрячет и уводит как можно дальше от внутреннего органа. Поэтому там висцеральный жир без токсина, который плавится. А на коже есть жир с токсином, с белком. Потому что жир подкожный выбирает эти токсины и закапсулирует. И они именно и натягивают вам эти отеки. Так что надо сделать? Перестать переедать дикое количество фруктов, чтобы не отекать. Пить воду, чтобы работали почки. Перестать кушать животные жиры в таком количестве, как вы их едите. Для того, чтобы вы могли сбрасывать их и питались своим собственным отработанным иммунным белком. Слушайте, ну во всем мире, во всей вселенной придуманы посты для этого. Что делают все религии во время постов? Они не едят животные жиры. Они едят какие-то растительные, там водичку пьют, там и что-то придумывают. А они так и сбрасывают через эти фенестрированные вены в желудка вот этот белок. А как мы это поняли? Жила-была собачка, такой опыт делали. Собачку покормили без животного белка. Посмотрели, а у нее в крови животный белок. Да что такое, что за ерунда? Где она его взяла? Вообще ничего понять невозможно. Опять покормили ее углеводами. Кашу дали. Смотрит, опять есть этот белок. Выходит из него, этот белок есть. Как он там попадает? И оказывается, что он таки сбрасывается туда, что это ее собственный белок. И мы его потом определяем. И в учебниках мы же читаем с вами, что желудок не только перемалывает пищу, но и участвует в переработке иммунных белков. Ну почему же? Почему же мы этим не пользуемся? Почему мы вдруг решили, что мы можем рассчитать количество белков жироховой углеводки, на бумажке, съесть это, организм переварит. Как это в голову всем пришло, скажите? Почему мы придумываем какие-то вещи? Парентеральные хирурги, которые делают операции на кишечнике, что в первую очередь они рассчитывают в рацион этого больного, у которого оперированный кишечник, вообще тряпки порванные были, ничего не всасывается, больной весь. Они ему рассчитывают количество иммунного белка. И на основании этого рассчитывают ему белок, который придёт ещё в пищу к нему, чтобы эта циферка, не дай бог, не прыгнула выше нормы. Иначе этот больной трёх дней не проживёт. Поэтому это надо обязательно учитывать. И надо подходить, ещё раз говорю, думайте, что вы слушаете. Думайте, какую информацию вы погружаете внутрь. Потому что это всё делает ваше тело молодым, здоровым, красивым, умным, счастливым. Это всё информация или несчастным. Это неважно уже. Но думайте только. Выбирайте то, что вам нужно реально, то, что вам поможет. И моя задача, сейчас вам было так коротко, объяснить роль питания в правильного питания, в косметологии. И без этого мы не можем говорить о том, что косметология – это часть медицины, часть. Нельзя частью, понимаете, покрыть все проблемы. Она занимает своё место определённое. И она помогает избавиться от проблем. Когда есть проблемы, мы их обозначаем, занимаемся им решением, решением их, да, как доктора. А косметология помогает это решить. Поэтому почему я вам говорю, вы работаете в косметологии. Вы работаете со здоровыми людьми, которым продлеваете это здоровье. Даёте им консультации. Как поболеть правильно, то, что я им в самом начале говорил, чтобы был коллаген, да. Острый период и хронический. Что попить, что поесть, что на лицо положить. Вы всё их учите, чтобы они правильно болели. Чтобы их кожа сохранялась и была даже лучше после болезни, да. Потому что интенсивный уход был во время болезни. Вот. И тогда вы получаете потрясающего пациента, красивого и молодого, который вам платит деньги и радуется. Он понимает, да, я купил какую-то информацию, которая мне помогла быть. А, легче моему организму. У меня легче суставы. У меня лучше переваривается пища. У меня не вздувается живот. Я не чувствую себя водяным, когда поел, да. У меня кожа совсем другая становится. Я это вижу. И вот это вот очень важно. Ну, на этом мы закончим. Да, о пищи и косметологии. Закончим эту историю интеллектуальной косметологии. Джи Сан. Ставьте лайки. Я буду понимать, что вам это интересно. И мы обязательно продолжим в этом ключе. Я думаю, что мы с вами обязательно поговорим и о протоколах Джи Сан для каждого типа кожи. Мы с вами поговорим и о диагностике кожи. Кстати, это тоже очень интересная тема. Потому что и косметологи смогут делать себе диагностику. И пациенты, какие нас смотрят, тоже смогут помочь продиагностировать кожу. Потому что сейчас у нас пациенты очень умны. Порой даже превосходят некоторых косметологов. Потому что они учатся. Они сами себе хотят помочь. Да. Вот. Поэтому, наверное, да. Давайте начнем, наверное, с следующего видео. Уже с типов кожи. Что нужно каждому типу кожи. Диагностику типа кожи. Сделаем такую поверхностную. Понятно, да. Вот. И препараты. Препараты. Которые для каждого типа кожи можно будет применять. Поэтому я думаю, что в следующем видео я запланирую так, чтобы мы об этом с вами поговорили. Все. Всем пока. Очень рада была, если вам будет это интересно. Если вы не зря провели время. Доброго вам дня. Пока-пока. Так.